Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Вот уже и март подошел к концу, начинается апрель. На этой неделе ожидается очень дождливая погода, но это не проблема для знатоков рыбной ловли. Водная фауна с потеплением заметно оживилась, рыболовы ждут сезонного ход до платвы, которая вот-вот должна стартовать. Ну а на этой неделе мы с вами будем ловить густеру, чихонь, подлещика, платву и судака. Но обо всем по порядку. На этой неделе синоптики обещают много осадков, поэтому небо будет преимущественно пасмурным. Температура будет колебаться от плюс 4 до плюс 12 градусов днем и опускаться до нуля в ночное время. Атмосферное давление будет пониженным в пределах от 730 до 745 миллиметров ртутного столба. Близится фаза полной луны, которая ожидается к выходным. В это время рыба ведет себя очень непредсказуемо. Малек и мелкая рыба становятся более активными, в то время как достойные экземпляры могут затихнуть. Лучшими днями для ловли рыбы, исходя из лунного календаря, станут с понедельника по пятницу, во время растущей луны. Густера в пасмурную погоду будет держаться глубже, чем обычно. Для успешной ловли рыбаку обязательно нужно позаботиться о прикормке, основным ингредиентом которой рекомендуется сделать пшено или пропаренный горох. В качестве приманки лучше всего подойдет опарыш. Весенний сход платвы еще не стартовал, рыболовы с нетерпением ждут этого события, но пока рыба ведет себя очень неуверенно. В это время платва держится неподалеку от берега и на мелководье, где глубина не превышает двух метров. На реках держится мест со слабым течением. Ее ловля проходит в основном на поплавочные снасти. Толщина лески должна быть от 0,1 до 0,14 мм в сечении. Прикормка при ловле по холодной воде обязательно. Благо платва рыба не переборчивая, поэтому подойдет любая каша или хлеб. На крючок стоит насадить опарыша, мотыля или навозного червя. Стоит напомнить о запрете на ловлю более чем одним крючком и лимите на вылов не более 3 кг. Чихонь ловят на поплавок и спиннинг. Этой рыбе нет дела на донное покрытие и она не боится быстрого течения. Держится стаями и довольно глубоко, поэтому от погодных условий ее ловли ничуть не ухудшится. Для ловли этой рыбы лучше всего подойдет рыбалка с лодки. Так гораздо легче забрасывать приманку на нужную глубину. В апреле на небольших реках неплохо ловится подлещик. Эту рыбу чаще всего ловят в проводку или на фидерные снасти. В первую очередь стоит обратить внимание на места с сыловым покрытием. Забрасывать придется на глубины не менее 3 метров. Леска должна быть максимально неприметной. В прикормку следует добавить привычной для него сезонной пищи, а именно моллюсков, личинок насекомых или червя. Также в прикормку добавляют и растительную пищу, к примеру в виде распаренной перловой крупы. Следует помнить, что лещ долго пробует приманку прежде чем ее проглотить, поэтому не стоит спешить с вываживанием. Судак питается и перемещается по водоему очень активно. Нередко он останавливается возле ям, чтобы подкрепиться мелкой ребешкой, которая все еще ждет потепления. В это время судак движется следом за своей потенциальной пищей в бровки, заливы и затоны, где большинство времени проводит в природных слоях. Вскоре у этих рыб наступит период нереста. Дабы не поймать самку, стоит взять приманку побольше, которые они побрезгуют, так как их брюхо и так переполнено икрой. Ловят в основном спиннингом на блесны светлых оттенков. Подведем итог, нас ждет хоть и теплая, но очень дождливая неделя, поэтому рыба будет держаться глубже, чем обычно. Густеру ловим на поплавок, на песчаных косах и бровках. Хоть сезонный ход плотвы еще не стартовал, ее можно ловить на реках с небольшим течением, в прибрежной зоне на поплавок. Чихонь будет держаться более глубоких мест водоема, поэтому ее удобнее ловить с лодки на спиннинг или поплавок. Подлесчика ловим в проводку или на фидер, а судака на спиннинг в утренние часы. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин